Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение предмета под названием «Вспомогательные исторические дисциплины». На прошлом занятии мы начали изучение одного из разделов курса, который называется «Генеалогия». Мы рассмотрели вопрос о генеалогии как «Вспомогательной исторической дисциплине» и вопрос о функциях генеалогии. Сегодня мы с вами поговорим на тему о методике генеалогического исследования. Итак, план нашей сегодняшней лекции. Первый вопрос – развитие генеалогии в средние века, новое и новейшее время. И второй вопрос – методика генеалогического исследования, понятие родословия и генеалогическое досье. Цель нашей лекции сегодня – это рассмотреть развитие генеалогии в такой исторической ретроспективе от средних веков до нашего времени и рассмотреть основные особенности современной методики генеалогического исследования и изучить основные термины. Кстати, о терминах мы и поговорим с самого начала. Итак, важнейшие термины – это, собственно, термин «генеалогия» в переводе с греческого «родословная». Мы об этом уже говорили в прошлый раз, но повторим. Генеалогия – это новка, устанавливающая происхождение в индивидах и отношения родства между ними, а также изучающая историю отдельных родов и их роль в социально-экономической и общественной жизни эпохи. Еще один интересный и важный термин – «герольды» – в средние века составители родословных книг, первые профессиональные знатоки генеалогии. Теперь термин «родословие» – это данные, собранные в ходе генеалогических изысканий. Родословие в самом общем виде делится на восходящие и нисходящие. И, наконец, родословная легенда – это предание о происхождении семейства и перечисление всех членов рода по коленам. Итак, что собой представляла генеалогия в средние века? Надо сказать, что тогда это не было наукой. Генеалогия там носила исключительно прикладной характер. Родословные составлялись без какой-либо научной критики на основе мало достоверных, а зачастую и специально фальсифицированных данных, семейных воспоминаний и преданий. И запись этих родословных преданий велась, как правило, в такой нарративной, в устной форме. Естественно, по мере передачи от звена к звену накапливались ошибки, недочеты, разногласия и так далее. Надо сказать, что позднее, именно позднее средневековье, а точнее эпоха Водрождения, во многих науках она послужила такой отправной точкой для очень бурного активного развития, тоже случилось из генеалогии. Именно в 15 веке появился целый ряд важных справочных публикаций по истории древних династий. Начали складываться первые генеалогические коллекции. И они были рассчитаны на конкретных заказчиков, на людей, которые хотели лучше узнать свое фамильное древо. А кроме того, они стали доступны историкам, естественно. В это время была выработана и утвердилась удобная графическая форма фиксации родственных связей, генеалогическая таблица. Ну и, наконец, золотой век, такой подлинный расцвет генеалогии в Европе приходится на 16-18 века. Именно в это время складываются основы именно научной генеалогии. В Европе ход прочно входит научное критическое изучение документальных актов, мемуаров, вещественных памятников, на которых основываются родословные. Если рассказать о функции герольдов, то изучая родословные фамилии, средневековые герольды брали информацию непосредственно у представителей дворянских родов. Накопленные знания со временем собирались в хранилищах, которые становились архивами. Ну и, собственно говоря, изучение архивных данных это и есть самый популярный метод в генеалогических исследованиях. Что касается развития генеалогии в протяжении нового времени, то в истории генеалогии были периоды, когда в некоторых странах были попытки массовой проверки родословных. Это было во Франции, это было в Ирландии, в некоторых других регионах, в ряде итальянских государств, в Германии, в Франции. Так вот, во Франции, допустим, незаконное присвоение титулов влекло за собой крупный штраф, а подделка документов, удостоверяющих дворянское происхождение, каралась еще суровее вплоть до отправки на галеры, то есть вплоть до низведения до статуса раба. И именно в новое время выходит масса справочников по генеалогии королевских и аристократических родов. В значительной мере их появление связано с круплезным трудом так называемых историков-эрудитов, которые посвятили себя собиранию и критическому изданию неизвестных ранее документов из церковных, монастырских архивов и других источников. В Англии было основано историческое общество в 1586 году, так называемые Елизаветинские антикварии внесли большой вклад в развитие генеалогии. Первая кафедра генеалогии была основана в Венском университете в 1721 году. А курсы и лекции по теоретической генеалогии тоже начали создаваться. Первый из них был прочитан в знаменитом германском деттингенском университете. Надо сказать, что некоторое охлаждение генеалогии случилось в эпоху буржуазных революций, поскольку шла активная классовая бреба и стирались некоторые прежние представления о знатности и так далее. Но со временем, в 18-19 веках, начался настоящий бум генеалогии, который охватил наряду с традиционными странами Западной Европы, страны Восточной Европы, такие как Венгрию, Польшу, Россию. Интерес появился огромный в скандинавских странах. Надо сказать, что исторические общества США включились в работу по генеалогии, и эта наука нашла благодатную почву и на американском континенте. В общем-то, здесь возникло огромное количество разного рода антикварных, краеведческих, исторических и генеалогических обществ. В первой половине 20 века появляются работы профессора Венского университета Хорста де Батальи, который до сих пор остается крупнейшим авторитетом в современной генеалогии. Учреждаются международные конгрессы, проводятся по генеалогии Геральдики. Первый такой генеалогический конгресс состоялся в Барселоне в 1928 году, а в 1953 году, отметьте, пожалуйста, это событие, подчеркните эту дату, в 1953 году возник Международный институт генеалогии со своим регулярным печатным органом, который назывался Ла Хидальгия. И, безусловно, генеалогия сближается с другими дисциплинами, с исторической демографией, в первую очередь. Так сказать, очень много пересечений с другими науками. И теперь непосредственно к методике генеалогического исследования. Данные, собранные в ходе генеалогических изысканий, оформляются в виде родословия. Родословие это включает в себя, в первую очередь, родословную легенду, предание о происхождении семейства и перечисление всех членов рода по коленам. В самом общем виде родословия делятся на восходящие и нисходящие, так как и генеалогическое древо, как таблица, кстати, о которой я говорил уже раньше. И надо сказать, что графическое оформление генеалогических данных может быть самым разным. Ранние родословия порой изображали в виде человеческого тела. Именно отца и матери распорогались на голове, дети уподоблялись плечам, ближние и дальние родственники уподоблялись рукам, пальцем и так далее. Но широчайшее распространение в средние века получили родословие в виде генеалогического древа. Древо жизни это вечный такой образ библейский, который активно применялся и в генеалогии. В основании такого древа, как правило, располагалось имя того, для кого составлялось родословное, а предки образовали так называемый ствол и крону, скажем так. Составление родословия – итог или один из важных промежуточных результатов генеалогического исследования. Ему пришествует длительная работа по сбору и систематизации сведений о тех лицах, которые войдут в генеалогическую таблицу или роспись. Огромное количество и разнородный характер этих данных делают необходимыми их предварительную обработку и унификацию. Одним из таких принятых в современной науке подготовительных этапов работы за генеалогическим материалом служит составление генеалогического досье. Это банк подлинных документов или выдержек исторических источников, который всесторонне характеризует интересующую генеолога личность. Именно французские историки разработали универсальный набор пунктов, которые целесообразно отразить в подобном досье. Давайте перечислим эти пункты. Первый – это гражданское состояние, свидетельство о рождении, смерти и так далее. Второй – семейное положение. Здесь могут быть использованы документы о подобии брачных контрактов, свидетельств, документы, регистрирующие гражданский или церковный брак, разводы и так далее. Третий пункт – национальность. Четвертый – внешние приметы, физическое состояние. Здесь могут быть портреты, медицинские свидетельства, свидетельства о смерти и так далее. Четвертый пункт – интеллект. Здесь могут быть использованы образцы письма, свидетельства, современников. Шестой пункт – вероисповедание. Здесь могут быть использованы акты о крещении, документы, удоставляющие религиозность и так далее. Седьмой – политические убеждения, воспоминания, документы и так далее. Восьмой – образование. Здесь легко, обычно его подтверждают какими-то дипломами, табелями, свидетельствами об окончании того или иного учебного заведения. Девятый пункт – должностное и социальное положение. Это приказы о назначении, присвоении званий, титулов. И, наконец, десятый, последний пункт – это финансовое положение. Здесь используются закладные, долговые расписки, прочие акты. Надо сказать, что для того, чтобы унифицировать эту работу, обычно создаются генеалогические карточки, которые позволяют систематизировать материал и даже подвернуть его машинным методом обработки. В генеалогических исследованиях, которые проводятся на большом материале, может быть применен метод составления генеалогического словаря. Например, при изучении состава средневекового учреждения составляется алфавитный каталогового члена с краткими библиографическими справками, унифицированными по определенной схеме. На основе этого благотворительного материала создается своеобразный коллективный портрет целой социальной группы. Определяются общие законодательности происхождения, способов получения должности, титулов, финансового положения, браков и т.д. Таким образом, методика генеалогических исследований достаточно разнообразна, постоянно совершенствуется и изменяется в соответствии с исходным материалом и целями работы. И возвращаясь к нашей структуре лекции, видео лекции, сейчас я должен задать вам вопросы для закрепления. Первый. Каковы особенности и методики генеалогического исследования? Изменилась ли она в наше время? Второй вопрос. Что такое родословие? Какую роль в ее составлении играет родословная легенда? Третий вопрос. Когда был основан Международный институт генеалогии? Четвертый вопрос. Каковы основные составляющие разработано французскими историками генеалогического досье? И наконец, где и когда состоялся первый международный конгресс по генеалогии и геральтике? И у нас осталось время для анализа рекомендованной литературы. Помимо тех источников, что я рекомендовал вам к прошлой лекции, о общей такой литературе по генеалогии, я хотел бы обратить ваше внимание, что генеалогические данные могут быть использованы в самых-самых разных, так сказать, источниках. Вот книжка К. Д. Ассоне «О Чингисхана до Тамерлана». Эта книжка была написана уже достаточно давно. Она впервые была издана в Париже в 1935 году, а была потом переведена на русский язык в 1937 году. То есть книжки уже почти столетия. Здесь очень много интересных материалов по истории Центральной Азии. Повторюсь, название книги «О Чингисхана до Тамерлана». Здесь есть раздел, посмотрите, пожалуйста, «Генеалогия Чингисхана», который занимает, смотрите, полстраниц, еще страницу и еще страниц. Так сказать, больше полстраницы. То есть около двух страниц и начинается генеалогия Чингисхана с некоего Бурте-Чино, который вышел из гор.